Ну что ж, все возможные соединения конденсаторов сводятся к трём, ну или четырём типам. Типы соединения такие. Бывает соединение последовательное, c1, c2. Для него хорошо известная формула последовательного соединения конденсаторов. c равно c1, c2 или же c1, c2 на c1 плюс c2. Ну это вот или эквивалентно единиц на c равно единиц на c1 плюс единиц на c2. Если было бы три, можно было бы добавить ещё один. Ну и усложнять немножко вот эту форму. Параллельное соединение. Два конденсатора. Вот такие же, здесь c1, здесь c2. И тогда c равно c1 плюс c2. Ну понятно, что напряжение одинаковое, а заряды здесь складываются. А здесь всё наоборот. То есть заряды одинаковы, напряжение складывается. Но существует ситуация, когда схема электрическая не сводится к последовательному параллельному соединению. Значит, это два варианта соединения, которые называются звезда и треугольник. Вот треугольник. Ну давайте так, звезду сначала нарисую. Вот это будет звезда. А вот это будет... c1, c2, c3. А здесь... Если перенумеровать соединение, что это 1, 2, 3. Здесь тоже будет 1, 2, 3. И тогда это, естественно, назвать c1, 2, c2, 3, c1, 3. Вот так. Вот эти соединения, ну никак не свести вот к такого типа соединениям. По отношению к паре контактов можно. А в общем виде здесь что-то будет еще подсоединено. И у нас нету сводимости вот к этим двум. Однако, можно показать, что вот эти две схемы эквивалентны друг другу. Вот. Есть эквивалентность. Давайте поймем, при каком условии эта эквивалентность выполнена. Чтобы две схемы были эквивалентны друг другу, нужно, чтобы емкости между каждой парой вот этих выводов в одной схеме и в другой схеме совпадали. Давайте, между первой и второй. Здесь просто два последовательных конденсатора. Значит, можно использовать вот эту формулу. Между первым и вторым, значит, будет c1 параллельно c2. А здесь у нас вот этот вот конденсатор c1,2. Он включен параллельно последовательному соединению вот этих двух. Он должен быть равен c1,2 плюс c1,3. И символ параллельности c2,3. Ну, аналогично можно писать между каждыми парами выводов. Я сейчас сначала распишу это уравнение, а потом напишу три аналогичных для остальных выводов. Расписываю. c1, c2 на c1 плюс c2 равно c1,2 плюс c1,3 плюс c2,3. Ну, или же здесь удобно привести к общему знаменателю. c1,2,3 плюс c1,2 плюс c1,3 плюс c1,3 плюс c1,3 плюс c2,3. Делить на c1,3 плюс c2,3. Теперь давайте выпишем для каждой пары остальных Меняться будет только набор индексов Между второй и третьей Здесь будет C2, C3 на C2 плюс C3 равно Здесь сверху сумма попарных произведений Причем всех Поэтому числитель не изменится C1, 2, C1, 3 плюс C1, 2, C2, 3 плюс C1, 3, C2, 3 То есть все возможные перестановки А внизу Давайте сообразим, что между вторым и третьим У нас конденсатор C2, 3 включенный параллельно вот этой паре C1, 3 и C1, 2 C1, 3 плюс C1, 2 Теперь для третьего 3, 1 Здесь C3, C1 C1, C3 C1 плюс C3 В числитель такой же C1, 2, C1, 3 C1, 2, C2, 3 C1, 3, C2, 3 А в знаменателе у нас будет вот что Здесь будет C1, 3 И включенный вот вместе с этой парой А эта пара дает C1, 2 плюс C2, 3 C1, 2 плюс C2, 3 Вот так Можно даже покороче немножко записать Если вот эту вот длинную строчку обозначить одной буквой То это будет какая-то А делить на C1, 3 плюс C2, 3 Вот это будет А на C1, 3 плюс C1, 2 Вот это будет А делить на C1, 2 плюс C2, 3 Вот так вот И вот это у нас образует систему уравнений Эту систему уравнений можно решить Либо относительно конденсаторов звезды Вот этой вот Либо относительно конденсаторов треугольника Ну давайте сейчас в какую-нибудь сторону решим Ну что видим Что здесь числители одинаковые Ну удобно, наверное, тогда перевернуть Эти дроби, ну, которых ногами И складывать или вычитать Давайте сделаем так Во-первых, возьмем минус первую степень Минус первая тоже минус первая Тоже минус первая Сложим первые две И вычтем из них третью Посмотрим, что получится То есть мы переворачиваем Складываем эту с этой И вычитаем третью Будет С1 плюс С2 На С1, С2 Плюс С2, С3 На С2, С3 На С2, С3 Здесь минус С1 плюс С3 Делим на С1, С3 Это левая часть Это левая часть А в правой части у нас будет В правой части у нас будет Сумма вот этих двух С1, С3 Плюс С2 С2 Плюс С1 С3 Плюс С1 С2 Минус С1 С2 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 Вот так Упрощаем В правой части С1 С1 С3 Плюс С1 С2 С1 С3 С2 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 Минус С1 С2 Они тоже уничтожились Вот так Теперь что в левой части Давайте упростим левую часть Для этого приведем к общему знаменателю Общий знаменатель будет С1 С2 С3 Первый даст нам Здесь не хватает С3 Значит будет С1 С3 Плюс С2 С3 Здесь не хватает С1 В этом члене Будет плюс С1 С2 Плюс С1 С3 Минус Здесь не хватает С2 Будет минус С1 С2 Минус С2 С3 Это левая сторона Опять ее Можно упростить Плюс С1 С2 Минус С1 С2 Ушло Плюс С23 Минус С23 Ушло Останется 21 С3 На С1 С2 С3 Вот Ну а это Сокращаем Это 2 Делить на С1 Получается Что 2 На С1 Равно 2 С1 3 На А 2 На С2 Да С2 2 На С2 И тогда С2 Это А Делить на С1 3 Смотрите Как шикарно То есть У нас Выразилось С2 Через остальные Ну Аналогично Аналогично Можно Получить Что С1 Это А Делить на С Только у которого Нету Единицы Это будет 2 3 И аналогично Можно написать Что С3 Это А Делить на С1 2 При этом А у нас Вот такой А У нас Попарное Произведение Всех этих Двойных Конденсаторов С1 2 С1 3 Плюс С1 2 С2 3 Плюс С1 3 С2 3 Вот Мы Сумели Решить Задачу В одну Сторону Вот Формулка Позволяет Найти Емкости Вот Этого Вот Этой схемы Емкости Звезды Или Ее еще На английском Часто Называют Y Схема А еще Иногда Называют Т Схема Потому что Ее можно Иногда Еще можно Перерисовать Вот так Перерисовать Можно Вот Таким Образом Это Т Это Y Или Еще Звезда Эту Практически Всегда Называют Либо Дельта Либо Треугольник Давайте Теперь В обратную Сторон Получим Это Значит Что Между Каждой Парой Входов Такая Абсолютная Емкость Это Значит Что Если Мы Имеем Какую Сложную Схему Которую Мы Не Умеем Анализировать Которая Не Своится К Таким Вот Параллельным И последовательным Соединениям Мы Можем Преобразовать Вот Такое Соединение В Такое Ну Или Наоборот Вот Такое Соединение Вот В Такое И Оно Упрощаясь Сведется Вот Этим Вот Элементам Сейчас Я Доведу До Конца Преобразование Давайте Проделаем Нахождение Емкостей Вот Этих С С Двойными Индексами Из Треугольника К Емкостям Через Звезды И тогда Можно будет Посмотреть Пример Который Позволит Нам Решить Какую-то Задачу Давайте Найдем Найдем Вот Что Чтобы Найти Вот Какие-то Из Этих Емкостей Сложим С1 С2 И С3 Найдем С1 Плюс С2 Плюс С3 У них Общий Числитель А Он Вынесется Здесь Будет Единиц На С1 3 Единиц На С2 3 Единиц На С1 2 Внизу Будет С1 3 С2 3 С1 2 А Наверху Будут Смотрите Попарные Произведения Этих Вот Емкостей Сумма Попарных Произведений Но сумма Попарных Произведений У нас Обозначена За А Поэтому Наверху Будет А Квадрат Наверху Получается А Квадрат Чтобы Найти Какую-то Емкость Из Вот Этих Вот Можно Перемножить Пару Емкостей Вот Этих Вот Например Там В числителе Тоже Будет А Квадрат А Внизу Будет Произведение Двух А Здесь Произведение Трех Очень Удобно Итак Найдем Ну Скажем С1 С2 Делить На С1 Плюс С2 Плюс С3 Посмотрим К чему Это Приведет С1 С2 Это А Квадрат На С1 3 С2 3 Делить На сумму Делить На А Квадрат А здесь Приведение Всех Трех Значит С1 3 С2 3 С1 2 Сокращаем И Получается Что Это Равно С2 С1 2 1 2 Значит С1 2 Равно С1 С2 На С1 Плюс С2 Плюс С3 Ну Можно Дальше Делать То же Самое С Другими Парами Ну Просто Можно Заметить Как Строятся Индексы Индекс Здесь Двойной А здесь Два Одинарных Такие же А здесь Сумма Всех Поэтому С1 3 Будет Равно С1 С3 На С1 Плюс С2 Плюс С3 А С 2 3 Будет Равно С1 С2 С3 На Сумму С1 Плюс С2 Плюс С3 Можно обвести Это Преобразование От Звезды К Треугольнику А Это Преобразование От Треугольника К Звезде От Треугольника К Звезде Вот Понятно Что я сейчас Рассказал Ну Немножко Громоздкое Преобразование Но Главное Что Должно Понятно Быть Как А теперь Давайте Попробуем Понять Для чего Для чего Вот Возьмем Какой-нибудь Примерчик Я сейчас Примерчик Нарисую После этого Будет понятно Как Он Строится Рисуем Тетрадер Вот Пускай Этот Тетрадер Составлен Из Емкостей С2 С3 С4 С5 С6 И у него Есть два Вывода Задача Определить Эквивалентную Емкость Вот Этой Схемы Первое Что Сразу Видно Что Никаким Образом Не сводится Последовательным Параллельным Соединением Ничто Ее Не Спасет Как Были Не Преобразовывали Не Перерисовывали Эту Схему Она Последовательным Параллельным Не Приведется Но Что Можно Сделать Можно Например Либо Треугольник Преобразовать В звезду Либо Звезду Преобразовать В треугольник Возьмем Вот Эту Точку Увидим Что Это Три Конденсатора Сходящихся В одну Точку Это Звезда Преобразуем Ее В треугольник Тогда Схема Станет Эквивалентно Такой Вот Вот Один Треугольник И Параллельно Появится Еще Второй Треугольник Вот Такой Вот Это Это Верхняя Часть Преобразована Нижняя Осталась Прежней С4 С6 С5 А Изверх Верхняя Преобразовались Из Вот Этих Вот Трех Но Это Уже Здесь Емкости Параллельно Здесь Параллельно Здесь Параллельно Здесь Последовательно Схема Свелась К параллельно Последовательному Соединению Ну и Такой с кем Уже Легко Решить Домашнее Задание Найти Эквивалентную Емкость Эта Схема Найти Эквивалентную Емкость Эта Схема Ну и Можно Еще Одну Задачку Добавить Имеется Кубик Составленный Из Одинаковых Крем Костей Имеется Кубик Составленный Из Одинаковых Емкостей Все Грани Имеют Одинаковые Емкости Найти Емкости Между Вот Этими Один Два Три Четыре Найти С Один Четыре С Один Два С Один Три Да Вот Еще Здесь Так Это Соединение Емкостей Угу Один Один Продолжение следует...